Вы слышали о 50-летней русской женщине, которая вышла замуж за африканца и родила двойню? Если вы еще не слышали, продолжайте смотреть, и я расскажу вам, что произошло. Ее зовут Наталья Веденина. Наталья поняла, что любовь не зависит от цвета кожи, расстояния, культуры, а возраст — это всего лишь цифра. И, конечно, любви безразлично, что думают или говорят другие люди. Она преодолевает все эти барьеры, и ее история является доказательством этого. И не только. Она живет в Шереметьеве, городе в Вологодской области, менее чем в 500 километров от Москвы. Наталья — медсестра, которая нашла свою любовь в довольно юном возрасте. Она описывает свою первую любовь как волнующую, страстную, безрассудную, нежную, и наполненную всеми другими качествами, которые, вероятно, вы увидите в отношениях двух молодых людей. Их отношения были полны вечеров в клубе, споров и драк. Затем эти ссоры улаживались не друзьями или родственниками, а самым эффективным миротворцем — бутылкой водки. Для нее и ее возлюбленного все забывалось и прощалось после того, как они распивали бутылку дешевого спиртного. Россиянка утверждает, что любой умный человек мог бы сказать, что их первые отношения не будут длиться вечно. Но это не помешало ей и ее партнеру пожениться. Наталья и ее партнер зарегистрировали брак, а через год у них родился сын по имени Анатолий. Она думала, что рождение ребенка укрепит их отношения и даст им повод лучше относиться друг к другу. Но, несмотря на рождение ребенка, их отношения не продержались и 365 дней. Их сыну едва исполнился год, когда они с мужем решили разойтись. После их развода Наталья с опаской относилась к тому, чтобы снова дать шанс любви. У нее было несколько других отношений, но ни одно из них не сложилось. Казалось, Наталье никогда не суждено было найти свою любовь. И она уже собиралась прекратить попытки, когда ее подруга убедила ее зарегистрироваться на сайте знакомств. Первые несколько месяцев на сайте я не видела никого, кто бы меня заинтересовал. Я даже сказала своей подруге, что у меня не работает сайт знакомств. Я перестала заходить на него, проверять обновления или обновлять свой профиль. Затем я получила сообщение от моего нигерийского принца, рассказала она. Наталья получила сообщение от нигерийца, известного как Габриэль Аджайи. Когда она прочитала его сообщение, то ожидала, что этот разговор ни к чему не приведет, как и любой другой, который у нее был на платформе. Она заявила, что ответила только из вежливости. Но со временем их общение стало более интересным, и она поняла, что влюбилась в него. Однако на пути их отношений стояло несколько препятствий. Она сказала, «Я помню, как говорила себе. Зачем влюбляться в человека, с которым я, вероятно, никогда не смогу быть?» Мало того, что их разделяло более девяти тысяч киломепетк, так еще и существовал языковой барьер, и тот факт, что Габриэль был принцем, не облегчил ситуацию. Культура Габриэля была не очень благосклонна к тому, чтобы женщина из другого племени стала женой их принца и их будущей королевой. Кто это такая королева, которая может общаться с собственным народом? Наталья также объяснила, что родители Габриэля тоже не хотели, чтобы она выходила замуж за их сына. Дело было не только в том, что ее не считали своей, но и в том, что Габриэль был на 18 лет моложе Натальи. Нигерийцу было 32 года. Его семья не хотела, чтобы он женился на женщине, которая, по их словам, годится ему в матери. Некоторые члены его семьи также говорили, что, возможно, причина, по которой эта женщина заинтересовалась им, заключалась в том, что он был принцем. Вместо этого его родители хотели, чтобы он женился на ком-то из их общины, кто понимал бы их обычаи и традиции, поэтому они запретили эти отношения. Однако это не помешало Габриэлю поговорить с женщиной, которую он любил. Он понял, что Наталья любит его таким, какой он есть, а не из-за его статуса или чего-то еще. Его чувства к Наталье продолжали крепнуть, и они продолжили общение. Через некоторое время Габриэлю удалось убедить своих родителей разрешить ему жениться на Наталье. Он организовал несколько видеозвонков, в ходе которых его родители смогли поговорить с ней и познакомиться поближе. Его родители поняли, что она искренне любит их сына, и поддержали их союз. Однако они были не единственными, у кого были опасения по поводу отношений Габриэля и Натальи. Некоторые члены семьи Натальи сомневались в намерениях Габриэля. Некоторые из ее родственников считали, что нигериец не любит ее. Скорее, они утверждали, что у него есть другие причины быть с ней. Наталье говорили, что Габриэль просто использовал ее. Она сказала, «Люди много чего говорят. Они утверждали, что наша любовь была условной, что меня обманывают. Многие говорили мне, что Габриэль не любил меня и использовал только, чтобы получить визу на постоянное место жительства. Они спрашивали, почему молодой человек может заинтересоваться такой женщиной, как я. Это не имело смысла, потому что они не знают его так, как знаю я. Я взрослая женщина и могу делать свой выбор. Я достаточно умна, чтобы понимать, когда кто-то любит меня, а когда у него другие намерения. Габриэль любил меня, и я не собиралась позволять другим людям указывать мне, что делать. Их мнение не имеет значения». Единственным человеком, к которому Наталья обратилась за советом, был ее сын от первого брака, Анатолий. Он сказал, что изначально скептически относился к их отношениям, но посоветовал ей доверять своему сердцу. «Для меня важно, чтобы она была счастлива. Все остальное второстепенно. Я бы не стал лишать свою маму шанса снова обрести любовь». В 2015 году Наталья отправилась в Западную Африку, чтобы встретиться с мужчиной, которого любит. Находясь в Нигерии, пара, наконец, смогла провести время вместе и лучше узнать друг друга. Россиянка беспокоилась, что после совместной жизни они могут разонравиться друг другу, но она ошибалась. Вместо того, чтобы разлюбить друг друга, их чувства только крепнели. Габриэль сделал ей предложение, и они сыграли свадьбу при дворе. В 2017 году Наталья и Габриэль вместе вернулись в Россию. Через несколько месяцев после возвращения в Шараповец Наталья поняла, что беременна. Пара решила не делать УЗИ. Вместо этого они хотели узнать пол своего ребенка традиционным способом. Через 38 недель беременности Наталья родила мальчиков-близнецов. Несмотря на все препятствия, с которыми они столкнулись на ранних этапах своих отношений, все, наконец, пошло в правильном направлении. Габриэль устроился водителем грузовика, а также специалистом в области информационных технологий. Их семья процветала, и пара была невероятно счастлива. Их история также привлекла внимание средств массовой информации, и пара появилась на нескольких телеканалах. Однажды вечером Габриэль и его друзья отправились в клуб, чтобы хорошо провести время, и именно тогда все приняло трагический оборот. Наталья ожидала, что ее муж вернется домой к полуночи, но вместо этого ей позвонили и сообщили, что она теперь вдова. Мать двоих детей рассказала, что проплакала всю ночь после звонка. У Габриэля случился обширный сердечный приступ, в результате которого он потерял сознание и умер. Он не принимал никаких лекарств. У моего мужа не было никаких осложнений с сердцем. Мне сообщили об этом через два часа после того, как это произошло. Почему мне сказали об этом только через два часа? Наши дети еще совсем малыши. Им всего год, и они пока ничего не понимают. Мне будет трудно сказать им об этом, когда придет время. Иногда мне приходится напоминать себе, что моего мужа больше нет, потому что это трудно принять, — объяснила Наталья. Спустя 10 месяцев после смерти мужа Наталья снова дала шанс любви. Она начала встречаться с мужчиной, который был на 16 лет моложе ее, полицейским из Орландо. Наталья была счастлива, что нашла другого мужчину, которого любит. Как и в случае с Габриэлем, она познакомилась со своим новым возлюбленным на том же сайте знакомств. Однако их отношения продлились недолго, и Наталья снова осталась одна. Через некоторое время она получила сообщение от 27-летнего Федора Поморова. Федор, который работал кондуктором автобуса, увидел Наталью по телевизору и стал искать ее в социальных сетях. Они подружились, а через некоторое время начали встречаться. Сейчас они помолвлены и готовятся к свадьбе. Наталья сказала, «Большую часть своей жизни люди подвергали сомнению мой выбор. Но я поняла одну вещь. Люди всегда будут говорить, поэтому я больше не беспокоюсь об этом. Я просто делаю то, что хочу. Я делаю то, что делает меня счастливой. Для меня важно мое счастье, а не то, что думают другие. Возраст — это просто цифра. Мы с Федором счастливы и любим друг друга, поэтому все остальное не имеет значения. Что вы узнали из истории Натальи? Дайте мне знать в комментариях ниже. Увидимся в следующий раз.